Решетки, засовы, тяжелые двери и в них окошки для подачи еды. Официант не подойдет. Обед придется заказать через специальное электронное меню. Принесет его человек в одежде надзирателя. Правда, не в алюминиевой миске, а на фарфоре, сервированном по всем ресторанным правилам. Я здесь, потому что мне нравятся места, в которых я раньше никогда не была и еда, которую не ела. Я никогда не сидела в тюрьме. Боже, да я даже внутри ее никогда не бывала. Вот и решила узнать, на что же это похоже. Тематические рестораны в Китае нередкие, но мало где посетителям предлагают почувствовать себя арестантами. В отличие от одиночных камер второго этажа, на первом более демократично. Всего лишь клетки, между которыми снуют симпатичные тюремщицы. Я позволяю клиентам почувствовать, каково это сидеть в камере, говорит хозяин ресторана. Но у нас здесь вкусная еда, мягкое освещение, есть звукорежиссеры и даже певец, так что люди не особенно пугаются. Кухня ресторана ежедневно обслуживает 160 клиентов. В меню есть и китайские, и европейские блюда. Хозяину заведения частенько задают вопрос, доводилось ли ему бывать в тюрьме и при каких обстоятельствах. В ответ владелец ресторана загадочно отмалчивается. Продолжение следует...